Всем привет! Вы на канале Мир за стеклом. И сегодня мы будем переселять в новый дом нашего новоприехавшего кивсичка. Те, кто смотрел мои предыдущие видео, видел с ним распаковочку. Вот у нас уже подготовлен для него террариум. Это смесь мха, кокосового субстрата и мела. В дальнейшем сюда еще будет подмешан опад. Надеюсь, дубово-березовый, уже какой найду. И верхний слой земли с лиственного леса. Это, в принципе, будет оптимальный грунт для такой живности. Ну, а сейчас я на запасик одену перчатку. И давайте еще раз посмотрим на нашего кивсичка. Вот, коробочка у нас пустая. Как мы видим, там был также кальций. Но это не суть уже. Все, что у него было в коробке, также переложим обратно. Вот такой вот у нас оливковый кивсичок. Вот такая вот маленькая прелесть. Вот его мордаха. Будем надеяться, что сие чудо будет расти достаточно хорошо. И будет весьма активным ребенком. Если я правильно помню, то это у нас пацан. По мере его роста будем искать ему девочку. Возможно, получится их размножить. Это было бы весьма интересно. Вот такой вот кивсичок. Складывается, конечно, впечатление, что их тут два. Ну, мы видим мордаху и хвостик. Кивсички, в принципе, достаточно ручные домашние питомцы. Весьма быстро привыкают к рукам. В принципе, могут частично узнавать руки, на которых чаще всего сидят. Так же обладают секретом, который выделяет в момент испуга. Он является раздражающим для кожи человека. Поэтому кивсичню эту лучше не пугать. Попробуем его погладить. В принципе, чудо, как вы видите, вполне себе ручное. Сейчас осваивается. Он, в принципе, не может понять, что с ним произошло. Сейчас запасом дам немножечко салатика. Ну, кстати, все возмущающиеся по поводу кормления мной малышей бенинов. Ну, так, ребята, кладка должна была вскрыться на несколько дней позже. Хранить у себя неделю салат. Но это тоже не камильфо, он пропадет и все тому подобное. Все салаты, которые у меня покупаются, они тут же съедаются. Поэтому банально у меня на тот момент не было салата. Покормить решила, поскольку, блин, скорлупок уже от яиц не осталось. А привычки морить голодом целую неделю после вылупления у меня нет. В принципе, казусов с кормлением малышей у меня еще не было. И все прекрасно едят и кабачки, и морковку, и салат. Также, ну, чуть подрастут дам им яблочко. Поскольку яблоко окисляется, не очень хотелось бы сразу давать такой продукт малышам. В принципе, гневную тираду я закончила. Кивсячня наша осваивается. Литраж выбрала не очень большой, поскольку тирсячок маленький. Я его просто там, ну, не найду. Также со временем найду какую-нибудь ему коряжечку. Тоже поместим это все дело в террариум. И будем себе прекрасно жить и наблюдать за этим чудом. На этом наше видео подошло к концу. Поэтому всем спасибо, кто остается со мной. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok